Здравствуйте, уважаемые телезрители! Предлагаем вашему вниманию обзор свежего номера московского комсомольца в Бурятии. Что пишут, что говорят. Кандидат в Госдуму от Бурятии призвал коллег выбрать единого представителя от оппозиции. В республике фактически стартовала активная фаза избирательной кампании по выборам депутата Государственной Думы. Желание представлять Бурятию в Нижней Палате парламента страны изъявили 10 человек. Все они выдвиженцы от разных партий. Уже прозвучали первые политические заявления. Чем кандидаты в Государственную Думу занимались в течение минувшей недели, что писали в соцсетях и говорили на встречах с избирателями в материале нашего политического обозревателя. Между БАМом и Транссибом отсутствие железнодорожного сообщения с севером тормозит развитие Бурятии и отпугивает инвесторов. Мало кто знает, что в 2017 году в Бурятии обсуждалась идея строительства железнодорожной ветки, которая соединила бы по территории республики Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали. Проектом очень заинтересовался глава Алексей Циденов, еще будучи в Рио, а до него проект пытался инициировать Вячеслав Наговицын. Необходимые расчеты проводились еще с 1996 года при Леониде Потапове и по их завершению были согласованы в правительстве России, но потом все сорвалось. Между тем, руководитель, при котором начнется это строительство, может войти в историю региона как отец стройки века, какой в свое время стали Транссиб в России и БАМ в СССР. Почему этого не произошло и что мы потеряли в аналитической статье корреспондента московского комсомольца в Бурятии. Дашина Мдаков, теперь моя деревня будет развиваться. Всемирно известный скульптор построил на своей малой родине уникальный парк искусства. В минувшее воскресенье в Забайкальском крае прошло долгожданное открытие ленд-парка Тужи в селе Укурик на малой родине всемирно известного скульптора Дашина Мдакова, которого в Бурятии тоже считают своим. Ради этого события в маленькое бурятское село, расположенное в живописном месте, приехали губернатор Забайкальского края Александр Осипов, глава Бурятии Алексей Циденов, хамбалама традиционной буддийской санхи Дамба Юшеев, сенатор Баир Рамсуев и многие другие. Что связывает Алексей Циденов с Дашином Даковым и что на открытии парка глава Бурятии пообещал землякам, читайте в свежем номере московского комсомольца в Бурятии.